Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. И отдельный привет, как и всегда, тем, кто находится сейчас в прямом эфире на Теоскопе. Предлагаю возвращаться на финансовые площадки. Давайте, как и всегда, проанализируем, чем запомнился прошлый торговый день, что интересного было, на что нужно было обратить внимание, чтобы не упускать, опять же, вот эту связь инфляционного характера, чтобы не упускать преемственность фундаментального фона, которого мы, собственно, пляшем практически каждый день, пытаясь высмотреть какие-то горизонты для тех инвестиционных идей, которые лоббируем вот из месяца в месяц. Начнем сегодня традиционно с нефти. Если есть возможности, соответственно, откройте графики, посмотрите то, что Brent продолжает, так же, как и WTI, терять собственные стоимости. В прямом смысле мы видим, как актив проливается. Дна этому, наверное, снижению пока что не видно. Напомню, что когда-то были психологические уровни поддержки. Сейчас, я думаю, что даже не совсем уместно и правильно говорить про то, что есть такое понятие, как поддержка по нефти, с точки зрения техники. Потому что мы видим то, что фундамент является определяющим. Мы видим то, что Brent никак не удается отбиться от минимальных уровней, показать хоть какой-то локальный прирост. Потому что сейчас, в прямом смысле, все против этого актива, все против и Brent, и WTI. И, к сожалению, такая тенденция с большой долей вероятности продолжится. Low прошлого дня 30.50. Немного мы не добрались до уровня 30, но это вопрос, как я уже неоднократно отмечал, с самого ближайшего времени. Потому что ничего серьезного, оптимистичного для перспектив нефти за последние торговые сутки не произошло. Поэтому мы продолжаем нацеливаться на более низкие ценовые значения. А сейчас актуальные котировки для Brent 31.20. И вчера, как только этот актив пошел в зону 30 долларов за баррель, на рынке появились сообщения со стороны ближневосточного картеля ОПЕК о том, что они готовы провести внеочередное заседание для того, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию на рынке энергоресурсов. Но лично мне стало смешно, конечно же, подобных заявлений. И очередной выпад со стороны ближневосточного картеля якобы показать всему миру, что они также паникуют от того, что происходит, следят за ситуацией. И готовы, разумеется, использовать все возможности, чтобы попытаться улучшить ситуацию. Но мы-то с вами знаем то, что как раз ОПЕК выступает сейчас и ключевым фактором, вследствие которого цены на нефть продолжают снижаться. Хотя полностью всю ответственность списывать на них не будем, но говоря, опять же, по факту того, что сейчас происходит, мы знаем, что ОПЕК через квоту реально может повлиять на то, что происходит сейчас на рынке энергоресурсов. Квота держится на уровне 30 миллионов баррелей в сутки. У них было заседание в декабре, когда, по сути, предоставлялась возможность пересмотреть эту квоту и повлиять на рынок. Но ОПЕК, и Саудовская Аравия, и прочие производители не стали уменьшать объем производства. А квота так и осталась на прежнем уровне. Фактически, объемы, вы знаете, еще выше. Поэтому, даже если и будет в ближайшее время внеочередное заседание, я думаю, что, скорее всего, просто соберутся, попьют чаю, кофе, разъедутся, дадут понять друг другу, что готовы при всеобщей солидарности принимать какие-то ответственные решения. Но никаких ответственных решений, по сути, и не будет все равно. А значит, Brent останется, скажем, на острие вот этого трейдинга, вынуждена продолжить постепенно сползать к более низким ценовым значениям. И единственное, что позволит нам, может быть, через какое-то время, не будем обозначать конкретные сроки, этого не знает никто, рассмотреть возможность покупки этого актива, не краткосрочного, чтобы пытаться поймать технический отскок, а средний и долгосрочного. Это может быть только следствие, опять же, восстановления мировой экономики и постепенного снижения объемов производства. Но ни первого, ни второго сейчас не происходит, потому что Китай вот уже, скажем, с начала этого года просигнализировал о том, что дальше будет только хуже. Ну, если и не сам Китай дал это понять, по крайней мере, не нужно быть 7,5 во лбу, чтобы понять, что такая статистика на пустом месте не берется. Она действительно отражает слабости и промышленного сектора, и сектора услуг Китая, и дальше по темпам экономического роста будет хуже. Вчера, после того, как Brent продолжил сползать в зону 30 долларов за баррель, на рынке, я, так скажем, поискал обновленные прогнозы по инвестиционным банкам, и вот хочу, собственно, предложить их вам, потому что ситуация сейчас очень интересная, учитывая то, что буквально все спешно пересматривают свои горизонты, опять же, по трейдингу, и меняют даже бычьи взгляды на исключительно медвежий настрой. Morgan Stanley полагает то, что до конца 2016 года Brent уйдет как минимум в район 20 долларов за баррель. Park Lice, который буквально еще в ноябре и в начале декабря верил то, что Brent сможет оклематься, и те значения, которые мы наблюдали в ноябре, были минимальными уровнями, от которых должно было пойти восстановление, сейчас уже пересмотрели прогноз по этому активу с 55-60 долларов за баррель, на который они настраиваются, непонятно, конечно же, почему, до уровня 37. И дальше всех, даже дальше, чем мы, пошел британский банк Standard Chartered, который предлагает трейдерам готовиться к тому, что Brent к концу этого года будет стоить 9-10 долларов за баррель. Но, может быть, совсем уж круто, конечно же, такой просадки не предвижу даже я, учитывая мой исключительно пессимистичный настрой, но, может быть, что-то подобное мы и увидим. По крайней мере, у нас есть возможность внимательно следить за статистикой, отслеживать актуальный новостной фон и реагировать уже по факту, потому что стараемся не упускать ни единого события, которое происходит сейчас на рынке энергоресурсов. Вчера вышли данные по запасам нефти в США по версии API. В частности, запасы, как и на прошлой неделе, снизились на минус 3,9 миллиона баррелей за неделю. По идее, это тот самый фундаментальный фактор, который можно было бы использовать для роста нефти. Но нефть, разумеется, по факту, опять же, динамики прошлой торговой сессии не росла, продолжила снижаться, а значит, рынок в очередной раз проигнорировал эту статистику, понимая то, что сейчас ключевыми факторами выступают как раз ближний и восточный коктейль, противостояние и ценовая, войная конкуренция, идущая между Саудовской Аравией и Ираном, и, опять же, серьезная рассинхронизация между спросом и предложением. То есть, эти два ключевых фактора будут и дальше выступать разгрузочными обстоятельствами для динамики бренда и WTI. Российская валюта – жертва в прямом смысле. Никак не удается ей оправиться. Ну а каким образом можно оправиться, когда приходится из-за слабости национальной экономики и из-за такого состояния, как сырьевой придаток, реагировать, конечно же, на ценовую реальность, характерную для главного экспортного ресурса. Снижается нефть, больно на это реагирует и российский валютный актив. Мы уже гораздо выше оказались сопротивления 75, это поддержка. И если у вас есть возможность понаблюдать все котировки на премаркете перед открытием биржи, вы сможете увидеть, что сейчас пара USDRAP торгуется в районе 77. Наша цель – 78. Но я думаю, что при сохранении такого же коррекционного настроя мы увидим ослабление курса национальной валюты даже еще сильнее. Потому что впереди у нас 78 и впереди далее 80, докуда непременно рубль доберется. Если уже говорить совсем конкретно, давайте опустим, может быть, даже легкую рассинхронизацию между нефтяным активом и рублем и будем брать за основу то, скажем, параллельное соответствие, которое должно было иметь место быть, то сейчас уже с учетом актуальных цен на нефть, российская валюта должна была котироваться в районе 90 против доллара. Поэтому у нас есть эффект, может быть, временного лага в случае ухудшения, усугубления ситуации, может быть, даже со стороны какого-то дополнительного негатива, со стороны, опять же, санкционного противостояния, в случае слабых макроэкономических данных, более глубокой рецессии, рост индекса потребительских цен. Этот временной лага тут же даст о себе знать в плане сокращений, и мы увидим даже еще более ускоренную девальвацию рубля. Хотелось бы это видеть, но, наверное, не так уж сильно, потому что мы понимаем, что девальвация российской валюты – это страшный риск для экономики, и это страшный риск, который сказывается на каждом потребителе, потому что ослабление курса рубля приводит к росту фактических цен. Обещал вам то, что сегодня расскажу про актуальные цифры по инфляции, в частности, годовой показатель индекса потребительских цен в России на текущий момент составляет 12,9%, и очень неприятная, скажем, тенденция, которая уже вырисовывается, роста инфляции, в частности, по итогам декабря, этот показатель набрал 1,2%. Вспомните, опять же, ту математику, о которой я вам рассказывал, то, что ослабление рубля на 1% добавляет на целых 0,1% к инфляции. Значит, у нас через квартал, может быть, чуть больше, будет возможность наблюдать как раз, как эта математика будет реализована в фактических цифрах, и, к сожалению, наверное, стоит уже готовиться к тому, что индекс потребительских цен снова продолжит стремиться, уже годовой показатель в район 15. Как будет действовать центральный банк, покажет время, но, наверное, более стоящего, как бы это страшно не звучало, инструменты для того, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию на российском рынке, этим инструментом является повышение процентной ставки. Но мы знаем, каким образом на такие действия реагирует, опять же, корпоративный сектор и рынок кредитования внутри страны. Поэтому, как действовать, вроде бы, понятно, но здесь, наверное, придется выбирать меньшее зло, но все-таки не будем, конечно же, сейчас негативить чрезмерно, давайте следить за ситуацией. Если того будет требовать обстоятельства, увидим эти решения. Ну и тогда уже поговорим по факту их анонса. Сегодня утром вышли данные по Китаю, данные по торговому балансу, экспорт и импорт. Просели они в очередной раз, в частности, экспорт минус 1,4%, импорт минус 7,6%. Не так серьезно, как мы наблюдали в последнее время, поэтому паники на рынке не возникло. Нефть, опять же, вследствие этого не столкнулась с серьезными распродажами, да и повышенного спроса на защитные активы мы также не увидели. О чем это говорит? Это говорит о том, что нам удалось, вот к концу практически этой недели, избежать дополнительного негатива со стороны Китая. И, как я говорил, можно уже потихоньку забывать о Китае. Отгремел он уже, по сути, больше недели. Он выступал разручным фактором для американской валюты. Больше недели он провоцировал повышенный спрос на те активы, которые характеризуются статусом защиты, на франк, на японскую иену. Сейчас пришло время, конечно же, уступать дорогу. И пришло уступать дорогу старым инвестиционным идеям. Нам, конечно же, собираться для трейдинга, которого мы придерживаемся уже на протяжении нескольких кварталов. И это трейдинг, направленный на ожидание ослабления рисковых инструментов и рост американца. Теперь плавно предлагаю перейти к паре евро-доллар. Откройте также графики, если есть возможности. Вчерашняя торговая сессия. Символичное падение, символичные потери европейского актива против американца. В целом мы видим то, что понижательный тренд сохраняется. Поскольку сегодня мы не увидели, как я уже отметил, дополнительного негатива со стороны Китая, значит, не было оснований, чтобы снова ставить на использование статуса главного валютного иска как валюты финансирования. То есть, евро не воспользовалось этой поддержкой. Евро корректируется. Я думаю, что этот тренд продолжится и дальше. А вот незначительная проторговка вчерашней торговой сессии, то есть низкой волатильности, это связано с тем, что как раз трейдеры готовились к тому, что была вероятность повторения сюрприза со стороны Китая и предпочли не торопиться. Потому что если бы сегодня мы увидели бы очень плохие данные по торговому балансу, значит, ставка на ослабление евро была бы локально ошибочна, поскольку вследствие слабых данных европейская валюта снова бы выстрела вверх, а может быть даже ушла в район 1.10 или еще выше. Поэтому трейдеры сохранили терпение, выдержку. А вот сегодня, когда мы уже говорим по факту, нет негатива, значит, можно возвращаться к прежним инвестиционным идеям, можно возвращаться к европейской статистике, искать там поводы для разгрузки евро против доллара. В частности, сегодня из отчетов стоит обязательно обратить внимание на данные по промышленному производству. Этот отчет еврозоны выйдет в 13.00 по московскому времени. Но если посмотреть на прогнозы, те, которые закладываются экономистами в качестве консенсуса ожиданий, здесь радоваться нечему. И если действительно промышленное производство просядет, значит, можно будет делать вывод о том, что 15-й год еврозона завершила на минорной ноте. И, честно говоря, учитывая слабые показатели по индексу потребительских цен, по потребительской активности, я думаю, что это вполне, скажем, совпадает с действительностью. Это правильное следствие, опять же, актуального новостного фона. И это то, что настраивает нас в перспективе на более слабые показатели по экономическому расширению. Поэтому сейчас я предлагаю вам снова сфокусироваться на европейской статистике, смотреть за тем, что происходит с долларом. За последние 6 месяцев Китай дважды уже прогремел. Полагаю, что, наверное, третьего раза в ближайшее время, но хотелось бы, на ближайшие пару кварталов мы не увидим. Значит, форс-мажорных факторов об идее сейчас локально на рынке появиться не должно. Достаточно в прошлой неделе. Значит, наша с вами коррекционная идея и ожидания по евро-доллару 1.05. Это та цель, которая сохраняет свою актуальность. Мы к ней понемногу стремимся. Но и не забывайте о том, что у нас по этой идее значится еще и уровень стоп-лосса в районе 1.10. Далее идем. Фунт против доллара. В частности, актуальная котировка сейчас 1.44.59. И можно сказать, что по итогам прошлого дня фунт оказался главным рыночным аутсайдером. Потери были значительные. Настроение инвесторам, как мы и предполагали, серьезно подпортила национальная статистика, потому что вышли данные по промышленному производству. Просело. Хуже некуда. Даже произошло самое пессимистичное ожидание. Месячные показатели. Минус 0,7% с нулевой отметки годовой. 1,7% с уровня... Точнее, 0,9% с уровня 1,7%. Серьезное расхождение с прошлыми отчетами, серьезное расхождение с прогнозом и не такое уж и серьезное отражение объективной слабости, реальности, характерной для экономики Англии. Мы в последнее время очень много обращали внимание на статистику со стороны английского рынка, потому что стараемся использовать каждый стоящий серьезный отчет в качестве факторов, которые способны повлиять на решение Банка Англии все-таки перейти к повышению процентной ставки. Но, насколько вы помните, за последние месяца-два мы не нашли ни одного обстоятельства, которое позволило бы нам пересмотреть свои прогнозы касательно того, что Банк Англии может пойти на повышение процентной ставки. Мы с вами ориентируемся на даже не середину, а, может быть, конец 2017 года. Только тогда, возможно, при определенном оптимистичном стечении обстоятельств, Банк Англии сможет найти основания для роста ставок. А поскольку это еще очень нескоро, у нас будет достаточно возможностей, чтобы неплохо прокатиться на фунте даже еще ниже тех значений, на которых он торгуется сейчас. Данные по ОВП, также отчет, который вышел вчера, но целых 0,6% совпало с прошлой оценкой. Неплохо, конечно же, потому что, по идее, наверное, если уж быть совсем реалистами, этот отчет должен быть еще ниже. Но еще не вечер, будет у нас и в следующем месяце такая статистика. Думаю, что поищем дополнительный негатив там. Поскольку по Англии мы увидели очередной блок слабых макроэкономических данных, тут же можно было обратить внимание на расхождение доходности между американскими трежерисами и облигациями английского рынка. На спред доходности я рекомендую смотреть, потому что его расхождение показывает, какие активы более интересны, какие, соответственно, направления представляют большую привлекательность для трейдеров, и куда, наверное, потекут деньги. Так будет совсем просто, если сказать. И на основании этого спреда можно сделать простой вывод о том, что по-прежнему деньги утекают в США, в активы, которые номинированы в долларах, а доллар в связи с этим пользуется поддержкой. И вчера спред доходности между американскими бумагами и английскими не просто вырос, он достиг максимального уровня с 2006 года. Поэтому у нас есть еще один фактор, позволяющий делать ставку на ослабление британца против доллара. Поэтому предлагаю воспользоваться идеей селстоп с уровня 1.4410, с тейк профитом 1.43, с топлоссом 1.4450. Но это краткосрочная идея. Не забывайте о том, что долгосрочно, я как говорил о том, что фунт нужно распродавать, так эта идея сохраняет свою актуальность. Если вы уже находитесь в сделке с очень высоких уровней, правильно. И хорошо, что еще не вышли, потому что дальше будут значения еще ниже. Доллар японская иена. Актуальные котировки 118.26. От минимального уровня, по сути, последних нескольких дней уже пара USD иена набрала около 150 пунктов. Видно то, что доллар сейчас цепляется за локальную поддержку, следит за комментариями, так же, как и мы, высокопоставленных чиновников ФРС. В частности, сегодня у нас две конференции. Это выступление Эванса и Розенгрена. Насчет Розенгрена есть сомнения. Но вот то, что касается Эванса, непременно он подбавит оптимизма на рынок и, скажем, охарактеризует, опять же, американскую экономику с точки зрения тех положительных тенденций, которые имеют место быть. То есть, США сегодня будет получать комплименты. И эти комплименты доллару стоило бы использовать для того, чтобы еще больше усилить собственные позиции. Советую также ориентироваться еще и на доходности американских долговых бумаг, потому что с минимальных уровней прошлой недели мы уже видим, как формируются задавки для роста. Я думаю, что доходности будут продолжать расти. Особенно это так, поскольку мы сегодня, еще раз повторюсь, убедились в том, что Китай больше не негативит на рынке. Китай больше не выступает подрывным фактором. И трейдеры реально сейчас успокаиваются. Даже динамика пары USD и иена явно подтверждает тот факт, что защитные активы уже не пользуются популярностью, потому что деньги снова переходят в доллар. Мы ждем уровень 120, потому что оттуда планируем снова заскочить в покупки и прокатиться уже до уровня 125. Из других валют, в частности, австралиец, еще и новозеланец, ну, по-прежнему, можно сказать, находится под давлением. По австралийцу мы уже достигли нашей цели долгосрочной 0.70. Предлагаю поставить уже другой отложенник и, соответственно, обозначить новую инвестиционную идею. Селс топ 0.69.90, трейк профит 0.69, стоп лосс 0.70.20. Потому что в случае продолжения снижения цен на железную руду, в случае обновленных данных по инфляции, если она, тем более, продолжит снижаться, у нас будут основания для того, чтобы поспекулировать по факту возможности еще одного решения по снижению процентной ставки. И австралийцу придется в связи с этим сдавать. Новозеландец пока не добрался до нашей цели 0.65. Ну, это вопрос ближайшего времени, потому что аукционы, опять же, как я отмечал в начале этой недели, на молочную продукцию показали, что цены падают. Китай также создает достаточно рисков, особенно после состояния промышленного сектора и сектора услуга и актуальных цифр по экономическому расширению. Поэтому Новозеландии придется дисконтировать, продолжать испытывать эти риски. Напомню, что Новозеландия для Китая является, точнее Китай, одним из ключевых стратегических партнеров. Второе место Китаю принадлежит по объему вообще скупки всего экспорта Новой Зеландии. И еще Китай является ключевым потребителем и импортером молочной продукции из Новой Зеландии. То есть, такие вот параллели, которые по-прежнему завязаны на стоимости товарно-сырьевых активов. И Китай здесь можно использовать в качестве главного фактора разгрузки для австралийца и новозеландца. По австралийцу достигли цели, по новозеландцу 0.65 достигнем в ближайшее время. И еще пара USD-свиси. Также у нас снова котировки выше паритета. Поэтому предлагаю поставить уровень бай-стопа отложенный ордер с отметки 1.0090, тейк-профитом 1.02, стоп-лоссом 1.0050. И ждать усиления позиций американца и поддержки, которая должна прийти для доллара. И по золоту у нас был отложенный ордер селл-стопа. Он сработал. В частности, находимся в рынке и ждем тейк-профита в районе 1.075 за тройскую унцию. Стоп-лосса на уровне 1.093. Сейчас актуальны котировки 1.084. Из важных отчетов сегодня, еще раз напоминаю, в 12.00 по московскому времени промпроизводство еврозоны. Ждем слабую статистику. И, возможно, еще одно обстоятельство, вследствие которого можно будет локально распродавать евро. И еще конференции Розенграна и Эванса, но это уже ближе к вечеру. Следим также за динамикой пары USD-иена. На этом все. Если есть вопросы, знайте, что традиционный. Можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube. И использовать для этого форума о маркетсе, аналитический раздел. Писать то, что вас интересует, прямо туда. Большое спасибо за внимание. Увидимся тогда в ходе завтрашнего брифинга. И успешной вам торговой сессии. Продолжение следует...